У Палаца Румянцевых и Паскевича у открылась уникальная выстава, да и историчная насекомая у янтары. И она демонструя во всех дробных деталях представников фауны, которые жили миллионы годов тому и застыли в неполторных самоцветах. Не глядя на то, что янтар не каштонный камень, и он покорил своей прыгажостью многие великие цивилизации. А еще это свой особливый светка на великших судов и катаклизмов Земли, летописец ее истории. Одна из самых прыгожих, редких и незвычайных зъяв палеонтологии – инклюзия замирания життя у янтары. Дякую чадивным ластивостям самоцвета у простовники флоры и фауны доходят до нас скрозь миллионы годов у першопочатковым выгляде. Инклюзия – велизарная редкость, и она сустракается у одним камень на тонус добытых, айка, что и тысячи долларов. Выстава «Дагисторичная насекомая» у янтары у Беларуси демонструется у першиню. У Палаца Румянцевых и Паскевича представлено 30 инклюзов, размещенных в ушляных пирамидах и оснащенных специальной подсветкой и системой линзов. Только таким чином можно деталево разглядеть дробных жуков, павуков, термитов и инших сторожитных насекомых, назовжды застылых у янтары. Древние пауки, древние жуки, осы, термиты, муравьи, кровососущие. В общем, представьте себе любое насекомое, его предков обязательно отыщите на нашей выставке. И это действительно те самые насекомые, которые обитали на нашей планете 50-40 миллионов лет тому назад. То есть настолько это древние организмы, и они сохранились практически в первозданном виде. Это то, что действительно стоит увидеть. Поэтому приглашаем всех посетить выставку.